Сложный ролик про Салариево. Просто очень сложный. Как говорится, для тех, кто в теме. Если вы первый раз слышите вообще такое слово, название этой части Москвы, просто погуглите «Свалка Салариева» и почитайте не первые ссылки рекламные, а подальше. Потому что это, так, на секундочку, самая большая свалка в Европе высотой 70 метров. Это гора. Огромная гора, которую красиво прикрыли. И вот даже уже рекультивируют что-то. И даже обещали тут горнолыжный курорт, и вообще город-сад. И вообще вот прямо вокруг свалки высотой с огромный дом, которая, вообще-то, насыпана во враги. То есть она еще и вглубь глубоко уходит. В общем, совсем рядом с ней стоит деревня. Причем деревня тоже такая разношерстная. Есть и вот такие домики. Такие, действительно, деревенские-деревенские. И обычные такие домики частного сектора. И там дорогие, богатые тоже есть. И именно эти домики подходят к свалке вот вообще вплотную. И да, в деревне есть запах. Какой-то химии непонятный, но он есть. Причем он и сейчас есть, и несколько лет назад был. Возможно, это не каждый день. Возможно, это какой-то ветер. Но это факт. Там сейчас огромный транспортный пересадочный узел. Международный автовокзал. Перехватывающая парковка на 1600 машин. Там же останавливаются обычные городские автобусы. И там же торговый центр Соларис. У которого парковка рассчитана на 5500 машин. В общем, мимо этого всего идти невозможно. Это какая-то дикая концентрация выхлопных газов. Там дышать просто нереально. Пока проходишь мимо, пробегаешь только, чтобы из этого облака уйти. Ну да, радует, что они не возле домов, а несколько подальше. Но от метро к домам через вот эту всю радость придется ходить. Ну и для довершения впечатлений, низко летают самолеты. Потому что недалеко Внуково. Вот это все, когда узнаешь, то возникает вопрос вообще, как там живут люди. Вот в этом вот всем. Почему там такой рост цен на квартиры. И вообще вот такие цены. А потому что вот. Потому что там вот это. Вот эта красота. Можно любить панельки, можно не любить. Но это реально круто выглядит. Прямо инстаграммно. Приезжай и подряд фотографируйся на фоне всего вокруг. Еще вон лес. По краю вот этих многоэтажек. Причем они не очень многоэтажки. Особенно на фоне современных 40-50 этажей. Вот эти какими-то прямо небольшими выглядят. Такое все аккуратное, стильное, новое. Двери подъезда, когда открываются, этот факт проговаривают. Во дворах благоустройство вот такое. И это все в жуткую погоду с дождем, тучами, серостью вокруг. Все равно выглядит вот так. Стильно. И поставив себя на место человека, который выбирает там квартиру, вот как. Как можно определиться и выбрать, что перевешивает при покупке тут жилья. Вот эта вот свалка, которую, кстати говоря, видно из абсолютно любой части района. И вот эта гадость от нее в воздухе, в воде или где она там. Или вот эти домики крутые. Не очень высотные. И очень современные. В общем, район действительно цепляющий. И в плюс, и в минус цепляющий. И действительно круто выглядящий. И поэтому очень интересно мнение местных жителей. Что там на постоянной основе с запахами, с водой в кране. Проводятся ли какие-то замеры. А особенно, чтобы результаты их нормально озвучивались. Что там по результатам этих замеров. Мы вот со своей стороны радиацию мерили. Ну, потому что страсти про этот район еще и радиоактивные периодически встречаются. Что на ту свалку чего только не выкидывали. В общем, с радиацией там все нормально. Средний московский фон. Нигде превышений нет. Но в воздухе там запах. Очень хочется надеяться, что с этой свалкой как-то разберутся. Вряд ли там, конечно, сделают горнолыжный курорт. Это нереально. Но хотя бы, может быть, поубирают эти, что там от нее, выхлопы, загрязнение почвы и вот это вот все. И свалка останется просто кучей. Что там дальше будет, непонятно. Потому что планы по застройке какие-то супер грандиозные. И там будет город на 50 тысяч человек. Планируется. Но сейчас там вот так. Вот по инновации бы что-то такое строили. Причем не только в Москве, а по всей стране. Красота бы какая была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова